В предыдущем ролике я цитировал Андрея Глюксмана, французского философа, который очень тонко заметил, что мысли господ мыслителей, философов, они вертятся вокруг власти и питаются этим. То есть они не способны выйти за рамки этой системы, вообще как-то не учитывать, не игнорировать эту тему. И очень тонкое наблюдение Глюксмана по поводу уникальной реализации нацистской Германии и ее широкого распространения в Ирзацах. И мы видим, что действительно государства европейские, не только европейские, вообще многие, все практически они так или иначе являются рзацем нацистской Германии. Мы видим и экономическое рабство, и нарушение прав человека, и ограничение прав людей, допустим, по языку. И так далее, и так далее, и так далее. Да, нацизм, нацистская партия, то есть национал-социалистическая. Когда на первое место выходит нация, мы видим этот национализм, расизм, ксенофобию и так далее. Вот, поэтому тут Андрей Глюксман очень даже прав. Сегодня я хочу поговорить о Аурелио Печеи. Это итальянский мыслитель. Он был инициатором создания римского клуба знаменитого. Я буду цитировать Аурелио Печеи. Вы убедитесь, насколько он мыслит глобально, планетарно. И не случайно, именно вот такое мышление, оно породило и такой предмет, как глобалистика. И обсудим мысли Печеи. Развитие цивилизации сопровождалось таким расцветом радужных надежд и иллюзий, которые не могли осуществиться хотя бы по причинам психологического и социального характера. В основе ее философии и ее действий всегда лежал элитаризм. А земля, как бы ни была она щедра, все же не в состоянии разместить непрерывно растущее население и удовлетворить все новые и новые его потребности, желания и прихоти. Вот почему сейчас в мире наметился новый более глубокий раскол между сверхразвитыми и слаборазвитыми странами. Наделив нас невиданной доселе силой и привив вкус к такому уровню жизни, о котором мы раньше и не помышляли, научно-техническая революция не дает нам порой мудрости, чтобы держать под контролем наши возможности и запросы. И нашему поколению пора наконец понять, что только от нас зависит теперь, сможем ли мы преодолеть это критическое несоответствие. Так как впервые в истории именно от этого зависит судьба не отдельных стран и регионов, а всего человечества в целом. Именно наш выбор предопределит, по какому пути пойдет дальнейшее развитие человечества. Сможет ли оно избежать самоуничтожения и создать условия для удовлетворения своих потребностей и желаний. Пора наконец понять всем, кем, как тем, кто принимает ответственные решения, так и рядовым людям, что нельзя без конца уповать на всякого рода социитальные механизмы, на обновление и усовершенствование социальной организации общества, когда на карту поставлена судьба человека как вида. При всей той важной роли, какую играют в жизни современного общества вопросы его социальной организации, его институты, законодательства и договоры, при всей мощи, созданной человеком техники, не они в конечном счете определяют судьбу человечества. И нет и не будет ему спасения, пока сами люди не изменят своих привычек, нравов и поведения. Ибо суть проблемы, которая встала перед человечеством на нынешней стадии его эволюции, заключается именно в том, что люди не успевают адаптировать свою культуру в соответствии с теми изменениями, которые сами же вносят в этот мир. И источники этого кризиса лежат внутри, а не вне человеческого существа, рассматриваемого как индивидуальность и как коллектив. И решение всех этих проблем должно исходить прежде всего из изменения самого человека, его внутренней сущности. Проблемы в итоге сводятся к человеческим качествам и путям их усовершенствования. Ибо лишь через развитие человеческих качеств и человеческих способностей можно добиться изменения всей ориентированной на материальные ценности цивилизации и использовать весь ее огромный потенциал для благих целей. Если мы хотим сейчас обуздать техническую революцию и направить человечество к достойному его будущему, то нам необходимо прежде всего подумать об изменении самого человека, о революции в самом человеке. Задачи эти при всей своей кажущейся, на первый взгляд, несовместимости вполне реальны и разрешимы. Сегодня при условии, если мы наконец осознаем, что именно поставлено на карту, если поймем, что называться современными, соответствующими своему времени, мужчинами и женщинами, значит, постигнуть искусство, становиться лучше. Ну вот я, ну а конечно он говорит об обществе употребления. Мы видим, например, в Америке, да, ожиревших людей, ожиревших просто по 200 килограммов, 300. Я, например, согласен здесь, я свои привычки изменил. Например, я уже долгое время не пользуюсь холодильником. У меня нет холодильника. Зачем мне холодильник, если вот магазин, и даже много здесь, вокруг меня, наверное, 3 магазина. И там эти холодильники работают, там хранятся продукты. И я могу прийти в любое время и купить то, что надо. То, что лежит в этом холодильнике. Зачем мне свой холодильник? И вот, например, я одну привычку изменил, да, свою. Ну и много других тоже. А вот это потребительство постоянно. Я не люблю походы в магазины. Я там бываю, конечно, по мере необходимости, но, в принципе, такого желания постоянно что-то новое покупать у меня нет. Вот. Ну и так далее, и так далее. В принципе, это в наших силах изменить эти привычки. Но, опять же, ну их много, да, мы не будем на этом останавливаться. Каждый, в принципе, может сам осознать происходящее и принять какое-то решение измениться. И мы таким образом участвовать в спасении планеты. Печей был экологом, защищал природу от ее бездумного использования, уничтожения и так далее. Современная цивилизация многим принесла процветание. Но она не освободила человека от той алчности, которая совершенно несовместима с открывшимися перед ним огромными возможностями. Оставшиеся ему в наследство от времен бедности, эгоизма и узость мышления продолжали давлять над ним, заставляя извлекать материальные выгоды практически всех тех разительных изменений, которые он сам вносил в свою жизнь. Так человек постепенно превращался в гротескного, одномерного homo economicus. К сожалению, от этого изобилия выигрывали в основном лишь определенные слои общества. И их не очень-то волновало, какой ценой заплатят за это благополучие другие, уже живущие или еще не родившиеся жители планеты. Вот сосед мой купил машину и говорит мне, а зачем я ее купил? Вот у меня тут до работы две остановки. В принципе, ездить некуда, только на работу. Но я могу проехать на автобусе или даже пешком еще лучше. Вот. И он постоянно ковыряется в этой машине. Естественно, она стоит недешево, она новая. И он работал на эту машину, поплачивал кредиты. А сейчас он тратит на бензин, на ремонт, поддерживать ее состояние и так далее. Вот. И он, и вот этого старого дурака осенило. А зачем эта машина ему? Да? Она просто не нужна, и он так часто ею не пользуется. Вот. И вот, а от чего это все? Видимо, это все действительно от бедности нашей, которая и узости мышления. Да, мы были бедные, потом открылись возможности, люди стали хапать в силу вот этого эгоизма своего, этой бедности, когда они ничего не имели, а тут открылись возможности, надо потреблять. И в результате что? В результате ничего. Потребление не принесло счастья никакого. Люди стали придатками экономической машины. о чем писал Фром. И, по сути, они только их и стали вместо хомо сапиенсов хомо экономикусами. Вот и все. Но узость мышления осталась, эгоизм остался, алчность осталась. А выигрывают, ну не они выигрывают, а выигрывают те, кто, конечно, продает это все. И производит, производит и продает. В сущности, с тех самых пор, как появился венец творения человек, жизнь на планете постоянно и непрерывно изменялась. Его влияние стабильно росло на протяжении тысяч поколений. Теперь, однако, когда оно стало возрастать с поистине космической скоростью, судьба всех имеющихся форм жизни на Земле в значительной большей степени, чем в прошлом, зависит от того, что делает или чего не делает человек. Основной вопрос сегодня сводится к тому, как умудрился он разместить на Земле дополнительные миллиарды себе подобных и обеспечить все их многочисленные потребности и желания. Какие еще живые существа окажутся новыми жертвами его триумфального исторического восхождения и расширения? За которые ответственным будет только он один. Ну вот, то же самое. Кстати, бездействие, за бездействие тоже ведь судят. И здесь человек обязан в любой ситуации занимать активную жизненную позицию, в том числе, когда речь идет о жизни планеты. И мы, да, мы обязаны это делать и защищать природу. Ну и насчет увеличения, конечно, жителей планеты. Ну, когда правительство рекламирует там многодетные семьи по 10 детей, да, но они явно не думают про то, что... Они явно не мыслят глобально, да. Они очень узко смотрят на вещи. А на самом деле, в масштабах планеты это идет увеличение же. И никому не нужно воспроизводство биомассы. Поэтому здесь очень важна осознанность, усовершенствование наших человеческих качеств. И действительно мы можем изменить, измениться и изменить условия нашей жизни. Здесь пишется про угрозу оставшимся видам растений и животных. Вот. И... Конечно... До сих пор так и неизвестно, в какой мере. Отдомашнивание снижает со временем сопротивляемость к болезням и паразитам. Человечество. Вся эта поднятая человеком грязная волна, если ее не приостановить, неминуемо настигнет и его самого. Грязная волна уничтожения дикой природы. Ведь человек появился как результат длительного естественной эволюции, процессов которым, как в сложнейшей ткани, тесно и прихотливо переплелись жизни тысячи и тысяч организмов. Сможет ли он сам выжить даже в роскошном замке, куда добровольно заточил себя, отгородившись от живого мира, взяв с собой лишь несколько приближенных? Современный человек стал дольше жить, что привело к демографическому взрыву. Он производит больше, чем когда бы то ни было раньше, всевозможных вещей, и к тому же в значительно более короткие сроки. Уподобившись Гаргантюа, он развил в себе ненасытный аппетит и к потреблению, и обладанию, производя все больше и больше, вовлекая себя в порочный круг роста, которому не видно конца. Ну, действительно, мы видим вот эти очереди за айфонами, да, но это просто кретины, которые тратят огромные деньги и время на эти игрушки. Разгадав множество тайн и научившись подчинять себе ход событий, он оказался теперь наделен невиданной огромной ответственностью и обречен на то, чтобы играть совершенно новую роль арбитра, регулирующего жизнь на планете, включая и свою собственную жизнь. Эта новая роль человека возвышена и благородна, ибо ему предстоит выполнять те функции и принимать те решения, которые он ранее относил исключительно за счет мудрости природы или считал прерабятивой провидения. Ну, вот это умение взять на себя ответственность, способность, отвечать за свои поступки, это свойство взрослого человека. Люди ведут себя как дети и живут как дети. Этот инфантилизм мы видим, мы видим это и на психологическом уровне, и на интеллектуальном уровне, и на государственном уровне. Нами правят, по сути, дети, инфантилы. Кстати, они себя и снимают ответственность законодательно, они не несут ответственности никакой. Вы представляете, философ Петчея, Аурелио Петчея, предлагает брать на себя ответственность за все, что с нами происходит. Не вызывает никаких сомнений, однако, что человек пока еще и не выполняет этой роли. Он даже и не начал осознавать, что обязанности его круто изменились, и толкают его именно в этом направлении.